в пианате страны после бюлера. Москвичи играли активнее соперников динамовцев Минска. На 18-й минуте после быстрого выхода Родиона у к воротам Минчан последовало нарушение правил и Родионов реализовал коммерции. Как выяснилось, впоследствии спартаковцы решили свою главную задачу уже в первом тайме. На 45-й минуте разыграна красивая комбинация передачи вдоль ворот и мостовой доводящий счет до 2-0. Динамовцы Минска сумели лишь сократить разрыв счета во второй половине игры. Спартак победил 2-1 и уверенно возглавляет турнир.